Из астрономов перешли в теоретика, в чем у меня на четвертом курсе, мне кажется. Ну, очень важная задача, вообще, не уверен. Приходите, астрономы, короче, бля, вы его слушаете. Точнее, не вывезут, потому что его у нас читаете. Ну, ладно, я скажу, что он будет ничего вообще чем забивать. В астрономах, я пригласил видео на экзаменах, на других курсах. А в астрономах, короче. Ладно. Так что, хорошо, что вы практиковаете эту гусь. Да. Ну, что у нас тут? Нормально. У нас, конечно, не было. Ну, называется курс инъекционных свойств. Сильно корректируемых систем. Сильно корректируемых систем. Давайте сразу договоримся, что будем обозвучать сильные корректируемые системы СКС. Ну, там, тысячи гидратов встречаться. И есть еще английская аббревиатура. Часто встречаются. Это СКС. Это СКС. 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 Электронные системы. СКС. Электронные системы. У нас даже конференция есть такая. СКС. СКС. Электронные системы. Да. СКС. Сигнул. Давайте несколько слов. Толкопустой инфраструктан. Опять, у нас краткое введение. Сиг проблемы. Интерспективы. Там все покоро. Потом, значит, мы поговорим с вами о функции green. По стопу, по скопу функции green. Имеет. Ну, они являются, пожалуй, основным аппаратом. По стопу, при описании сильно кодируемой системы. Немного автоматического аппарата. Значит, там, мы говорим о разных функциях green. В green. В green. В green. В green. В green. На разных свойствах. Значит, уравнение дайсона. То есть автоматическая часть. Ну, посмотрим потом, значит, функции green. Чем отличаются идеальные модели и реальные системы. Ну, и разберем несколько моделей, которые более часто используются при описании сильно корректированных систем. Это, значит, у нас будет бутылка обрада. Потом, значит, в качестве исторических справки посмотрим, значит, вот разберемодель Кубина Масовского. Ну, она, где-то с 30-го года была предложена. Из которой потом вытекает эффект кондора. Да. Наверное, был эффект кондора. А который, все-таки, не знаю, на чем себе отходил. Который, в общем, достаточно сильно нашумел. Из-за каких-то, по-другому, это все возбуждали. И затем мы посмотрим с вами, так сказать, модели Андерсона, примесные модели Андерсона. Есть периодическая, примесные модели Андерсона. Значит, каждую из этих моделей, да, мы с вами порешаем, ну, там, в каких-то простейших случаях. Вот сюда, назад-назад. В среднем поле, там, предполагаю, что у нас там каких-то частей нету, там, путешествующих, еще что-то такое. Ну, вот, и в конце мы рассмотрим с вами вариант решения модели Хаббарда, который не предполагает теории возмущений по аналитетическим параметрам модели. То есть, именно мы будем говорить с вами о примере бесконечной измененности пространства, ну, и соответствующие, значит, неутекающие теории динамического зрения в поле. В смысле, там чего вы будете. Вот, собственно, весь пульс. То есть, там что-то такое похожее, вроде бы, чинников. Саша, ну, что-то собирался, что-то ничего не читал. Нет, это спецлаборатория была у нас. Это Аввакумов и Игошев читали. Игошев? Да. Ага. Чего не читали? Чего не читали? Ну, у нас, наверное, Хаббарда так, как у нас по лекции было. Ну, да, мы в основном доклады сами делали по разной тематике. Ну, не знаю, насколько это, значит, техникультурный курс там на полноту, но, во всяком случае, он освещает, скажем так, основные моменты, в основном, практические, которые используются, ну, путь введён аппарат. То есть курс в каком-то смысле построен сродни тому, что вы уже послушали, вот такой чисто, так сказать, утилитарный. Потому что не утилитарный курс, а тут масса. Ну, я в выходные был на семинаре тоже. Вроде такая утилитарная тема – реабилитация там, травмированные суставы. Я не послушал курс там. Мы говорили в общих словах. Заплатил 2 или 3 тысячи. Посидел как-то, ну, поскольку я работал нормально. И я говорю так, а, делать-то что, как? Как разрабатывать, какие дозы, какие порции, какие нагрузки, в какой момент, при каких травмах. Давайте конкретно. Я только что-то конкретно хочу. Вот, понятно же. Понимаете, вот. Все наши образования, да, вот это и напоминают. Ведь это непонятно же, ну, выполнение, там этапные университеты. Ну, да. Поэтому костно-квартиритарные отражены какие-то особенности практически, ну, вся-таки, в меру моего понимания, да. Ну, чтобы вы уже, как бы, конкретно, если будете где-то заниматься, брать, ну, пользоваться уже так. Ну, в качестве, как минимум, любого приближения, чтобы там где-то ерыться, там, сбегать, берете, начинаете с этого. Ну, потом, естественно, там сами дообразовываете все. Почему курс, в каком-то смысле, является продолжением первого курса? Ну, значит, для этого есть две причины. Во-первых, говоря о электронных свойствах пассивно коррелированных системе, мы, в первую очередь, конечно, будем говорить о электронной структуре, так, но именно в том смысле, по которому она была в первом курсе, то есть, о негомобильнике дисперсиях пассивно коррелированных систем, будем говорить о соответствующих местах состояния пассивно коррелированных систем, или причина появления именно той формы подвеских состояний, там появление зоны, так сказать, секторов дисперсионных, именно сильно корректированных систем, об особенностях сильно корректированных систем. И второй момент – это то, что существует эта схема. Мы с вами в прошлый раз говорили о том, что сезонные расчеты сейчас имеются в приближении, выкателем природной плотности в рамках национальной иллюзионной плотности. Вы получаете набор этих макарон, и дальше вам надо понять, что в этих макаронах что-то делалось, какие состояния, как можно сказать, по характеру, но с СПДР, по-моему, принадлежат таким атомам, какую симметрию каждого зона имеют, и, по-прежнему, забудут быть. Больший пад от металек какой симметрии имеют в ту или иную зону. И дальше вы начинаете на это дело накручивать такие простенькие модельки, там, в уровне, в уровне, вот, там, моделеве, ну, как на самом деле. Ну, и без этого уже делать какой-то там физический какой-то, да. Ну, так оно, собственно, и делается, как я говорил, с губа-утилитарным. Ну, вот, если вот, значит, вот второй момент, он просто, ну, заключается, что есть какая-то объединенная схема счетная ЛДА плюс ДМСТ, да, ДМСТ, да, это приближение вот такой электронной плотности, а ДМСТ, значит, это теория динамического среднего поля, ну, которое в каком-то смысле является, ну, на данный момент, так сказать, вершиной описания системы, пожалуй, для лучших. Один из для лучших этого описания системы, ну, и курс так построен, он так плавно сходится, значит, сразу к стороне теории динамического среднего поля, да. То есть у вас, конечно, есть Дмитрий Андерсон и Хаббард, а теории динамического среднего поля, ну, достаточно безабавным способом переплетаются. Ну, получается, как говорится, то, что получается. Вот, и, ну, поэтому, как бы, его можно было бы точно так же назвать, как бы, не электронные свойства там, а также зонные методы расчета, электронные структуры, и, ну, там, исторические системы, ну, там, системы. Ну, короче, я надеялся, что более, как сказать, привлекательнее, чем для студентов, и мы в суде не ходили, чтобы проверить, и, может быть, на рекламах нет. Ну, или есть, не знаю. Значит, сегодня у нас с вами мы поговорим с вами по истории, значит, и немножко начнем с Узи Грина. Узи Грина, у вас, вы любили быть, да, какого-то объекта? Чего вы рассказываете за Узи Грина? Это прекрасно. А конкретный? У вас с Узи Грина, блин, чего вы рассказываете, рассказываете? Ну, это перейдем. А Садовского диамет dedic у вас нет вода? А, вот. Ее вообще поймите. Тоже, кстати, зря, весьма такой утилитарный бункер – Бери и делай, представляй, работай, как говорится, основной. О! Не решай. Не комментируй. Так вот, давайте, значит, у нас параграф первый. А Медведев вам ещё должен быть что-то рассказывать. Да, это его, да? Да, это его. Да. Рисовка. Ура. Рисовка. Ура. 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 В принципе, они же как-то заливаться должны, да? Я, кстати, пытался издалить не тот метод, не видел, я пытался заливать на тех, которые написаны рефилом, но так и не понял, что это делать. Если вы говорите, что человек делает, они не так работают, если не воду как-то, тоже не совсем пройдут. Это вот и дело, что растворитель здесь – вода. В колонне – это тоже порядок растворитель, но не пройдет. Немножко. Да, и доску придется спиртом. Не могу не говорить. Садик, какой-то выпах. Выпахнул. По куличной весе. Да. Да. Параграф первый, краткий. Николай грузий не поверил. Не, он не такой вообще не будет. Угу. Спасибо. Ну, скажу так, само понятие синдрегулированных систем, оно возникло где-то, ну, вот именно сами слова. Понятно, что люди понимали, что там важны длинные действия и практически сразу только заделись электронными системами. Уже, вернее, в 25-м, там, 7-м, 30-м годам уже важны все эти действия. Оценили, поняли, и уже поняли, что, в общем, с ними тяжело работать, потому что они там все перепутываются, приводят к очень сложным эффектам. Как-то их, значит, все, что можно было изучать с простинка из степени, а простинка уже не углубляет на теорию с третьего поля, да, и приближение к артефорту. Ну, а потом на какое-то время, значит, это, может быть, все забрало, ну, какой-то такой бум, чисто исторический, а он где-то пошел где-то с 55-го года, с 53-го, когда вернулись к вопросам, значит, однородного электронного газа, ну, описание однородного электронного газа, ну, и там, соответственно, какие-то традиционные переменные эффекты, они все возникли. Ну, вот выяснилось, что в однородном электронном газе это придется, так сказать, описать в каком смысле. Ну, вот здесь у нас, давайте напишем так, с 1953-го года началась активная деятельность, да, поток статей, давайте напишем, да. Ну, это условно очень, давайте в кавычках возьмем. Понятно, что она началась где-то раньше, то есть с 53-го года пошел активный поток статей, скажем так, да, то есть понятно, что в этом момент люди, когда лет десять ковыряться, в принципе, первую статью запустить, да, но тем не менее. Ну, это статей по однородному электронному газу, да. Да, у нас такая проблема есть. Здесь можно построить красивое здание, но если его не мыть, то пипец, так и крысится. Народный электронный газ. Ну, здесь геоманулум. Это только три человека, это два. И братья, связанные с ними работают, потом Google Asim и Tossi. И еще компания. Значит, конечно, это Pines. Пальцем из-за автора. Значит, вот они истустили там, чтобы делать работу. Подробно мониторировать. Ну, и рассмотрели, ну, вот, все кондиционеры и действия. Ну, это пишет. А как же это геометр? Да? Да. 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 И еще что-то хочется. Где-то в полу, да. Вот так. А лучше потом... Тоже... Ну, и... Компания, да. Компания, да. Компания. Значит, ну вот, посмотрите, где я самоработаю. В этом смысле я рекомендую вам книжку Феймана «Сатистика. Параграф 9». Да. Компания. Вот физика. Параграф 9. Да. Эта проблема очень Это очень хорошо описано, я в смысле для людей пользоваться этим книжками. Значит, затем у нас, что у нас, где-то в 1965 году, то есть у нас привязываем людей Андерсона. Примесная модель Андерсона, она в каком-то смысле является продолжением уже модели, так называемой СД-модель Шубина Концовского, которая, значит, не была предложена в 1930-е годы. И, в общем, подробно, достаточно написано, если вы видели, есть только книжка Магнитиза Концовского, книжка Микроформатная, очень толстая, но она, в частности, там достаточно хорошо написана. Значит, затем в 1963-1967 годы, да, это серия работ. Значит, это работа, 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 работа. Когда Советский Союз разрешили уже ездить, заградиться, наши детские комборгисты побежали за что-то, из Кайдилка Лактаборда в Англию и нашли его. Такой мужичок сидит в какой-то комнатке бара и комарик. Драли двух. Бар, который, пожалуй, самых известных моделей там. Но надо отдать им удобно, он не только стал автором за эти годы, он очень много в этой модели ковырялся. То есть у него есть там называемые такие Хабберт-1, Хабберт-2, Хабберт-3, Хабберт-4. Последовательно, да, потом он еще применил его, значит, с этой Хабберда, в том смысле еще и электронным указом, да, там все-то проявляционные императоры считают. В общем, так достаточно поставил широкое, ну, в этом направлении. Потому что мы слили где-то. Ну, где-то же в эти годы, вот, 63-65 появились как раз вот это название сильно коррелируемой системы, да. Здесь же возникли, значит, работы в 1965-1975 годы. Вот, значит, серия работы тюнера. Серия работы тюнера. Значит, здесь имеется в виду вариационный предмет шипселиллера. Там вариационный предмет шипселиллера. Допустим, мы возьмем Дель-Кабберда, да, но там же Дель-Кабберда это гаммитиньян, гаммитиньян должен делать, да, не действовать на какие-то полную функцию, да, те или иные. Ну, и вот, в связи, он предложил некий вид этих функций, и коэффициенты, грубо говоря, вот у него перед этими головными функциями как раз вариационный параметр. И из этого мы можем найти, скажем так, основное, ну, минимизировать, оптимизировать эти результаты, можно найти уже основное состояние, может быть, и там, энергия в основном состоянии и в основном состоянии. ну, в общем, такая тоже достаточно серьезная работа, которая, в основном, была использована для описания такой формы жидкости, как Дель-3. То есть, метод Друсфеллера, он очень активно там использовался. Потому что Дель-3, естественно, это не кристалл, это жидкость, если не делая вещь, то будет понятно. Тем не менее, весь набор построен. Свойств, присущих фермионным системам, там есть, да? В чем это? Ну, все не коррелированные системы фермионные, да? Мы делим три написания массы книжек. Одна из самых полных книжек. И, пожалуй, одна из самых полных книжек – это «Фольфорт». «Фольфорт». Если вам где-то понадобится за человека Герой 3, рекомендуй начать с этой книжки. Думаю, что в интернете она, скорее всего, есть. Ну и за нее получена масса премии. В частности, тоже Фольфорта, у нее за работы по Герой 3 расписался в Лядене, в Ляденском оборудовании, в лучшем университете Лядене, сейчас уже все были Камерин, Геонесы, еще кого было, то есть Ляденский университет, а есть такая стена, это стекло, стекло снимают, человек расписывается в особые заслуги. Ну, там все расписали, там Штейн, там, в общем, все-все-все, кого, так сказать, кто, так сказать, у нее существенный вклад. Ну, в частности, не только в книгах, там не было предоставлено право расписаться на этой стене. Незаслуженную книжку называется «Библия 3», ну, в общем, так что, если вдруг вам придется как-то заниматься, ну, тематикой, то есть, если вдруг не обратиться сразу, долго голову не ломать. Вот, значит, примерно в это же время, ну, где-то 1973-1975, да, 1975-1975 годы. Это значит, «Гринь, манарайз». «Гринь, манарайз». «Гринь, манарайз». Мне еще сейчасums недал диалетикр, которые, грубо говоря, основы в том, что у вас при которой отношение какическую массу, так сказать, массе недои toteущего электрона, да, она расходит звенится в бесконечестве. Вот такая концепция перехода. Интересно, знаете, сейчас много вы видели, сейчас «Review Human Physics» есть такой журнал об этом в сообществе научном. Там публикуют регуляционные обзоры по супер-пупер-мегатематикам в этих временных дорогах. И это такой существенный обычный труд, страниц на 50 на 100, всеобъеблющие, то есть концепция изложена какая-то и так далее. Но вот Принкман и Райсен. То есть все из 3, то есть из 5-й год, публиковались в этом же «Review Human Physics», эту концепцию перехода в металл-изолятор, и она по 3 страницам. «Review Media» была признана достойной публикацией. Интересно, я это все, кто узнал, что есть и кто-нибудь по зарядной дистанции. 3 страниц и 4. А вот здесь, конечно, я, конечно, отпустил, все это движение, вообще у перехода металл-изолятора, то есть у микро-видимых систем и так далее. Это, конечно, связано с «Negomot», «Negomot», то есть это где-то, например, в 1950-е годы. То есть он приложил концепцию «Гиэлектрика» с частично заполненной зоны. То есть уже было понятно, что есть такие системы, где по зонным понятиям у вас должно быть на никеле 8 электронов. Это, в общем, не является ни половинным заполнением, ни полным заполнением этой зоны, да. Тем не менее, то электричение там 4,5 вольта. Ну, в общем, тут с этим надо было делать. Ну, вот, в частности, его книга вышла на русском языке где-то в 70-е годы – 71-е, 72-е, 73-е годы. Ну, в принципе, интересно с ним в том смысле, что в ней изложены концепции, не интерпретации концепции, или интерпретации, интерпретации, интерпретации концепции, а именно первоисточники, да. То есть в этом смысле я также вам рекомендую вот эти статьи посчитать того же Гусс Лидера, того же Блинтон Райс, тот же Хаббард, тот же Андерсон, вот этих вот, да, так сказать, вот эти авторы, вот эти авторы. То есть если у вас будет кризис идей, то при внимательном чтении этих статей, там, в общем, поскольку там изложены именно концепции, да, какие-то предложены такие проработки, понятно, что сделано, что не сделано. Ну, и они такие, работают богатые. И связано это с тем, что написаны сильными писающими теоретиками. Ну, как бы, ну, во-первых, во-первых, когда я начинал читать, то, единственное, насколько понятно там, потому что люди писали то, что сами сделали, да, и были еще при этом грамотами. Ну, если вам только надо, то это ваша деятельность. Более, что это, в общем, не такой большой объем, там, то есть он реально там не сыграет, он может со страниц там, ну, не страниц там, где-то 9-20, ну, максимум. Ну, из-за того, там, вот, особенно первые работы Андерсона, первые работы Хабберна, работа Кузлилера, до 65-го года PRB, ну, тогда вообще не было теоретикой физикой. Ну, так, верно, нравится, кто-то не было теоретикой физикой. Значит, 70-е, 80-е годы, 70-е, то есть 80-е годы, это значит, какая эпоха развития численных методов, решения, звеностной модели Андерсов. Да? Развитие численных методов. Значит, ну, здесь стоит отметить, значит, с плюсом, с плюсом, да, это численная ремионом группа, ну, не просто ремионом группа, это численная, правильно, просто ремионом группа, ремионом группа, ну, вообще-то это, так сказать, в принципе, норм группа, да, Хьюсон, ну, и, в частности, меня, там, в принципе, модели Андерсона, да, затем, значит, вот эти 1900, там, давайте, 80-е годы, это, например, 90-е годы, 90-е годы, хьюсон, это, где-то, 71-й год, вышло, прошел достаточно, да, там, дальше, 1989-й год, 89-й год, это, кружки, 2071-й год, кружки, кто у нас, да, кто у нас кружки, и, что он предназыл, так называемый, метод при движении пересекающихся перерам, пересекающихся перерам, пересекающихся перерам, на 10-е годы, да, да, как же это называется, антихэн Сиэй, и Сиэй нам просим, да, 18-е годы, да, 18-е годы, 18-е годы, 18-е годы, значит, дальше у нас, это, я думаю, 36-й год – это Hirsch-Fan, это метод Монтекарло, метод квантов Монтекарло, метод квантов Монтекарло, метод квантов Монтекарло, чергунpping с plantations кайдо大家都 везет кайдоüyorum, С использованием дополнительных дополнительных все релизинговых спрингов. С использованием дополнительных все 200 двух спрингов. Ну, сейчас не залогаться там. Обычно в литературе Хершпайн, потому что вообще, как бы, не знаю, говорило или нет, а Монте-Карло, это значит, Монте-Карло, это рулетка, генератор случайных чисел. Любой метод, содержащий в своей основе интегрирование с использованием случайных чисел, в той или иной вид, так сказать, видимо, будет метод Монте-Карло. Сколько решается, значит, квантовая механическая задача называется квантовая. Метод Монте-Карло, да. Но квантовая механических задач много, и Монте-Карло к нему используется там… Питок штук есть только по поводу примесли Мобили Андерсона, Который, значит, его, так или иначе, решает эту задачу. Так. Поэтому, ну, как-то и надо. Вот здесь Хершпайн. Так, и, значит, о чем мы здесь не говорили, вот из этого всего движения в 1593 году, это, значит, тоже кружки, кружки, гула, гула и кости, они предложили то, что называется сейчас численная определенная группа. Да, они уже… Ну, вот для вот этой вот индика Мобили Андерсона. То есть, с этой же целью есть еще так называемая численная… Ой… Дэнсити, Матрикс, Миномизация группы, ДМРЖ тоже используются для решения тех же самых задач. Она еще и тоже появилась, как по-русски сказать не знаю. То есть, есть еще… Дэнсити, Матрикс, 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 Матрикс. Какого-то… Роя… Паренёв тоже штуку… Вот. Они тоже, значит, занимаются леном-копой. Леном-копой, ну, или одна раз просто сейчас называется… Там, НОРЖИ. Да. Для вот этих вот сильных гардерированных систем. Немножко другая, как бы, концепция. То есть, она… Ну, как бы, концепция-то одна. То, что вы можете масштабировать, 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 добраться до любого масштаба энергии, да. Ну, как бы, реализация, она разная. То есть, вот… Соответственно, по этому принципу вот появилась несколько метров. Ну, есть несколько метров. Ну, есть несколько метров. Ну, есть несколько метров. Ну, есть несколько применимостей. А, НОРЖИ, да, он существенно не многозонный, да. Он, может быть, или однозонный, или двухзонный. Это связано просто с численными трудностями. Потому что настолько разрастается объем информации, необходимая, так сказать, сохранение. Во-первых. Во-вторых. Настолько разрастается размерность матрицы, которая необходима технологизировать, да, что, в общем, все это быстро затыкается. Вот. То есть, НОРЖИ, он вообще просто однозонный, там, однозонный. Ну, не будем брать, не следил, но, в общем, не видел. Там есть однозонный, по-моему, всяких чудес. Вот эта вот регионная группа, она, по-моему, ограничена тем, что работает только для слабых своих действий. Тоже особо не следил, но я надеюсь, что вот это направление тоже достаточно быстро развивается. Какие-то вот место, катание, что вы видите, вы еще там, что-то, что-то было, сидели, по-моему, вот их. Ну, не сейчас там, как бы. Да. Ну, дальнейшие, как бы, шаги по развитию жителей, это где-то, в титрах года, там, серия работ была 1989-1990, работа, да, это местная работа. Это, значит, они рассмотрели пределы бесконечной раздельности пространства. Приделы бесконечной раздельности пространства для модели «Хабр». Ну, что значит пределы бесконечной раздельности пространства для модели «Хабр». Грубо говоря, устремили в бесконечность число соседей окружающими, жителей, дуруми. Ну, такой предел, можно сказать, в многом деле использовался он. Исторически он не здесь появился. Исторически это все использовалось в сплавных, так сказать, схемах. Даже, если мы заговорим с вами просто о среднеполевом решении элементарной модели «Гайзенберга», да, то есть у вас на «Долегазине» напишут какой-то, у вас набор стрелочек, да, на гвоздях окружающих дури. Каждая стрелочка обладает надежным моментом, и стрелочка взаимодействует со стрелочкой, да, на соседний гвоздь. Ну, то есть до ближайших соседей притягивается, да. Ну, вот среднеполевое решение, там оно точно, когда у вас выделенную стрелочку окружает достаточно большое количество других стрелочек. Ну, известно, правда. Тогда вы можете говорить о том, что у вас стрелочка в поле, она не чувствует стрелки как бы, как таковые, да, она чувствует в поле. Слово, да, семя-тутырная стрелка. Ну, вот, к этому моменту, значит, 1991 год, это, значит, у нас несколько здесь рук, значит, это «Мальджаран», да, «Мальджаран», с одной стороны, с другой стороны, это «Антуан Жорж», да, «Мальджаран», да, «Мальджаран», да, «Мальджаран», да, «Мальджаран». Вот, в 1991 году параллельно буквально в его одном номере «Physical Review Letters» и вот на основе вот этого вот предела бесконечной надборности пространства, да, там выяснилось, что, собственно, энергетическая часть модели «Хаббер», она становится и локальной, но сохраняется в зависимости от того, что, в общем, будет нетривиальной, да, то есть, потому что даже модель «Газберга» в этом пределе бесконечной надборности пространства, она становится и локальной, и эстетической, да, здесь это, известно, становится локальной, но всё-таки сохраняется генетическую зависимость, да, и это, как бы, нетривиальный момент, и вот в 1991 году появилось то, что называется там, да, «Газберга» теперь демонстрая теория динамического света, которая, значит, с одной стороны, которая использует, ну, так получается, что благодаря тому, что вот эти вот все лекарные решения, численные решения предпринимательской модели «Андерса» были разработаны, да, вот удалось описать уровень генетического среднего поля, как это сделать, мы с вами поговорим, ну, суть не может понять, так, с роскоши, модель «Хаббарда» — это у вас решётка, да, вот у вас электроды прыгают и взаимодействуют на узле, мы берём некий узел и устремляем число соседней бесконечности, получается у вас выделили узел в некой среде, выделили узел в среде, получается эффективное, ключевое слово «эффективное», примесное модели «Андерсона», да, вы сводите Дэль Хаббарда к решению модели «Андерсона» с некими уговорками, так, но тем не менее вы не получаете решение, очень важно, причём это решение для любых соотношений кинетической и потенциальной энергии, да, прийти вон на решётке, и это важно, вот у вас избирательство, которого вы думаете. Ну, и мы там, так сказать, там трудно потом, человек-диятельность связана с этим, так сказать, и, и, пожалуй, на последней высшей точке 2019-1997 год, это предложено, предложено на расчётную схему «Заополитирование», которая позволяет описывать реальную «Е», сильно привилированную систему, видите, здесь авторы первые работы «Е», получается, висимых потеряю, коротеaremos, короте juegos, demean очень скет DEgi, висимых потеряём, И буквально последние уже совсем годы, где-то в районе 2000-х, 2000-х годов, 2001-2002-2003 годов, ну и вот вся эта деятельность завершилась, значит, где-то с 2000-м до 2011-м годов. Значит, давайте напишем, где-то примерно 2000-й год, да? Это Андрей Узов. Хорошо, Узов. Значит, он предложил так называемую квантеру Мандекапа на непрерывное время. Таким же, у нас есть... И вот, в принципе, мы уже... И вот, Вау, 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 Вау... Вау, Вау. Вау, Вау. Вау, Вау. Вау, Вау. 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 Пожалуй, на настоящий момент это самый мощный метод решения на примесение эффективной модели Андерсона или модели Хаббальда. Он имеет личную концепцию, что Рутов очень уважает сейчас в кругах научных ударов. Вот об этих методах. Фактически сейчас у вас на доске в некотором смысле схема нашего курса. Мы с вами поговорим буквально про народный электронный газ. Мы с вами разговаривали в прошлом курсе, когда мы видели, что мы говорили в приближении локальной электронной полностью. То есть вот эта вся ветка, то есть вот Елман Лоу, Пайнс, тем всем Гвитоси, они перешли в работу Фейкина, Бунниквиста, компании и, значит, они вывели, что называется, приближение локальной электронной работы. А потом уже пошли более афинированные работы. После, естественно, решения Центра Юрия Альбера, на данный момент принести решение, значит, модель Желея. Модель Желея – это у вас электроны на положительном фоне, да, на положительном фоне. Об этом мы тоже, по-моему, должны были говорить в прошлом курсе, в прошлом курсе. Говорили. Зачем вам вот эта вот вся вельгая техника, если вы, как говорится, прикрепили? Она же позволяет что? Она позволяет быстро, так сказать, встряхнуть знания. Ну, успокаивайтесь тем фактом, что, а, ну, я знаю, да, это пятый корпус справа, там вот такая зелененькая книжечка. Она есть. Но вот это влегче не становится. Она есть, конечно, но вам-то она не принадлежит. Смотря на то, что вы себе сделали ксеропопию этой зеленой книжечки, тем чем менее знания, где они принадлежащие, где они ваши. Ну, понятно, что у вас там другие есть задачи, там очень много, очень тем не менее. Да. Значит, ну вот, начнем мы с вами с чего-то? Начнем мы с вами с модели Хабра, да? Начнем мы с вами с модели Хабра, да? Затем мы с вами модели Андерсона. Просто посмотрим на вот этот вот. Завенцовый метод, после ее, этот процесс, который не сходил вставали ей. Поговорим мы с вами о Мады-Паиле Хирша-Пая. уговорили мы с вами в численной или иной группе, ну, не знаю, может быть, как-то прикоснёмся, но она сейчас теряет в каком-то смысле вот это приближение, пересекающийся диаграмму, актуальность свою изначальную, но, тем не менее, активность продолжает развиваться, да, то есть там есть сейчас метод что одно пересекающееся, приближение одно пересекающихся диаграмм, приближение еще сколько-то пересекающихся диаграмм, но они пытаются отобрать какие-то процессы и как-то суммировать, то есть это инстинктивный идёт, что-то она позволяет решать, что-то нет, но вот эти методы, что нужны, что хешфай, они условно численно точные, условно численно точные, так, поэтому как-то, ну, там, минимум приближит, вот, ну, и потом, значит, мы с вами поговорим, вот, где бесконечное предметы с инфраструктурным, тем не менее, по-действию последнего поля, немножко поговорим, ну, да, да, то есть, да, вот так, либо есть такая концепция, пожалуй, самая простая, из всего, что здесь обозначено, да, ну, и вот в конце немножко поговорим про сети, ну, и здесь его, я сам, так сказать, внимание. Вот, отменили. Вопросы есть? Дальше. Дальше. У нас отгублен какой-то, короче, чуваш, Который у Ани Григорьева, научник Кубанов, короче, он там курс назывался «Сервеный, проблемы разные». Он что-то вообще, ну, чувак, он рассказывал про какие-то телепортации, очищение мыслей, короче, какая-то эзотерика у него. Здравствуйте. Здравствуйте, я, эзотерика, это вообще супер. Еще из битых крестьянцев. Вот пока у нас здесь свои дети, свои приколы есть, у нас все дети. Сейчас платье, хотя бы, с его глубиной. Чуша, я не включаю. С ключами пришел, да? С ключами пришел, да? С ключами пришел. Так, ну что, мы сегодня что-то по руке-то будем? Так, давайте сейчас, кто-то может показать. Ну, сейчас, блядь, я с тобой ехал, что у нас есть время в каком-то смысле. И ты уже приехал, как говорится, что два раза не ездишь, зараза. Что там у Толи-то за боевых хитрости? Классно, так можно. А ну вот, это, клеточки злой, ё-моё, девчонка, бедитель. Смотри, я подниму. Вот, у нас хобобус купюра пришел. Классники, они очень, очень, вот, они дают интересный эффект такой, там, уже яркости музыка, температуру еще, еще эффективно меньше. Нормально. Там, наскольки, выкинули, зероды, лодки, бедитов, крепких. Потому что там двояркие эффекты. То есть, я как бы пришел, разогрел, и тут же от вас в день. Ну, это само по себе, как бы, все фигня. Я, кстати, задавался вопросом, почему? Ну, вот, попил я холодную воду, и чего гуру-то запозел? Пожалуйста, да? Кто любит? Да, это тебе. Ну, типа, иммунная система ослабляется. Почему не ослабляется? Ну, попил ты. В холодной воде, что ты ослабил? Как будто весь такой кабан, как говорится. Нет, ну, может, какие-то процессы локально взяли, просто замедли. Ну, хорошее предложение. Что еще? Ну, то есть, не знаю, где долго. Я тоже долго не знал, но прийти встал, я только интересовался вопросом. И оказывается, там так, как устроены клетки, вообще вся структура ткани, да, скажем, горла, там, еще что-то, что при охлаждении, у вас очень близко к кровеноскому сосуду же там все, да, то есть сетка очень близко к при охлаждении, так устроено, что мембрана клеточная, она становится уязвима для... То есть, ну, всегда все вирусы, микробы, вся эта херня все равно всегда присутствует. Прикол-то заключается в том, что она становится уязвима в смысле, она становится, как бы, шлаком. Ну, так, если уж по-простому. Тогда успевают, так сказать, эти вирусы, микробы залезут. Ну, ты, как бы, если в это еще просто они залезут, то ладно, но главное, что здесь близко к кровотоку. Или куда-то прямо в кровотоку. Все, и дальше у вас начинаются общие, как бы, заболевания, а горлов болит просто как точка проникновения, как инфекции в организме. А вот связь с холодных ног, с бургом, с бургом, я еще не получил. Но, с очевидностью, у меня есть? Не всегда, тем не менее. Ну, и попить можно, то, что не всегда получишь. Ну, где это? Там-то, где ты делаешь это с таком. Они успевают пролезть. Кровоток. Там именно клетки, сами, вот этого, как бы, верхнего, вот кожи, да, которая была покрылами тыла, да, они проступаются. И теряют предыщение, да, они проступают. Жгут? Фраграф 2. Фраграфо. Продолжение следует... 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 оно будет выглядеть точно так же в этом смысле, вот и говорят расплодается, не бесплодается ну, событий может быть сложно, да в этом смысле, мы визуально рассматриваем приближение к Артинге да, у нас полновая функция электронной системы рассматривается как произведение функция электронной ста одноэлектронных функций да, в этом смысле поскольку полновая функция одна есть мира и вероятности да и вероятности да если вы получаете строго соответствующим определением значит там мы просто не мигайте корреспондент и говорите, что будет так мы с вами в прошлом смотрим приближение к Артинге да начать 0 1 2 1 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 Это реакция директурной системы. Ну, не случайно. Вот это вот книжка. У них понятие для подъявления, скажем так, традиционного взаимодействия. Оно нельзя на книжке гудкость, так. Барс, по-моему, это барс акхидия, по-моему, то есть. Значит, она есть на русском. Она называется электронным свойством ответа тела. Это швейн. Барс, хейнинг, лунки. Они продолжили с этого деятельность по однородной комиссионному бану. То есть. Вместе порознь. Ну, в общем, тут. Типа. Значит, определение такое. Электронная проявляция. Электронная проявляция. Интересные проявления. Сверх взаимодействий. Сверх взаимодействий. Сверх взаимодействий. Продвижение Хатрифока. 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 Спасибо. 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 Второй момент, значит, накопилось много привлекательных поток, которые не используют. Либо там считают по среднему полю какие-то величины, их надо переинтегрировать, что зоны посчитали, но они не совпадают со специализацией. Ширина зоны не совпадает, форма может не совпадает, ширина не совпадает, еще что-то. Это самый простейший случай. Либо коллекционные эффекты приводят к тому, что у вас совершенно качественно другое решение. Вы считаете, зонный расчет делаете, получаете металл. Эксперимент проводите, там не электр. Они не приводят совсем качественно. Берете там зрение поля, начинаете в нем что-то делать. Либо вам приходится что-то подгонять, либо что-то поучитывать. Становится ясно, что чего-то еще не хватает. Оно и понятно вроде как. Мы их отбросили в коллекционное взаимодействие, работают только в рамках среднего поля. Понятно, что их не хватает. Вот покрепился в этот звенок, значит, изминальный фактор, который влияет на то, что коллекционные эффекты не требует... ... Спасибо. И дальше можно грубо оценить, какова должна быть сила этого взаимодействия, чтобы не дать электрону перепрыгнуть с узла на узел. Правильно? То есть, что такое проводимость? Подали потенциал, да, и электрон у вас попрыгнет с узла на узел. Правильно? Соответственно, надо есть некое колоннское взаимодействие, которое этот электрон удерживает, да, так сказать, на атом. Он впадает единицам на Р. Давайте предположим просто, что здесь межетонное расстояние в домах, какой силы будет взаимодействие, чтобы электрон не перепрыгивал. Понятно, что любой диэлектрик можно довести до пробоя, да, накачиваете, накачиваете, накачиваете напряжение. В какой-то момент там прошел пробой, но это уже совсем другая тема. То есть нету обычной проводимости. Ну, вот он развил такую концепцию, сделал оценки, какую должны были там подростки и так далее и так далее. Но, вот, вот, межмотовские дилеты. И вот сюда надо отнести еще, так сказать, дальше появился, так сказать, подкласс 20 км. степени электрики с 90 км зарядности. Сюда можно отнести миллиметики, например, большой класс антиферомогитных гелий, и здесь можно отнести миллиметики, Правило это ферромагнетики, простые примеры ферромагнетиков, которые у нас в жизни каждый день сейчас я не знаю. А зоны магнетик или зоны ферромагнетик, батареи алюминиевые, а раньше были чугунные. Железо – это простейшие в жизни встречающиеся зоны ферромагнетики. Вокруг железа сейчас идет большая пуча, просто вокруг элементарного железа. Не очень понятно, как его описывать. С одной стороны, у него есть магнетизм, но это магнетизм вроде свободных электронов, потому что реализованных магнетов у него нет. Мы не можем сказать, что у вас на каждом точке расположения атомов есть магнительные отстрелы. Есть магнетизм, но он тоже не простой, но тоже есть традиционная составляющая существенная. И так далее. Мы там тренировок в железе. Есть разные факты железа и так далее и так далее. И типичным признаком сильный коррелир этой системы является, когда у вас система проявляет свойства, скажем так, и металлы. С одной стороны, она вроде проводит, а с другой стороны есть магнетизм, который присущен еще магнетизмам. Такая вот смесь, она тоже является одним из признаков того, что система сильно коррелирована. Есть еще наборных сильных коррелированных металлов. То есть там не наблюдаются каких-то логидов. В эффектах железа, то, что сильно коррелирована не сталкивается. Сюда можно внести, так сказать, гермы, например, от XA. Ну и все, в общем, это элементы. Да, все элементы. Все элементы. В интернете есть фазовая диаграмма инвестиций, я помню. В общем-то она самая богатая. И там температура, давление, шкала. И там этих фаз просто, прям как карта Европы. Какие-то участки, 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 участки. Все разные, 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 разные. Свойства разные, разные, разные. Это тоже характерный признак сильных коррелированных систем. Это сильнокоррелированное состояние, оно как-то износит тебя, что вы чуть-чуть меняете параметры, и система может очень далеко скопнуть. Сюда может из металлов, диэлектрик, может приобрести магнетизм какой-то. Такой магнетизм, другой магнетизм, еще что-то там. И вот это вот все завязано. В общем, есть определенный момент. Здесь уже тоже очень богатая базовая диаграмма в Кунтоне. Тоже вот сейчас интенсивно изучается. То есть в какой-то момент разрешено, значит, там идут печать, пускать данные. Ну и народ активно заинтересовался. Потому что там даже не в смысле его прикладных особенностей. Там физика у нее достаточно богатая. Там такого... Ну, в общем, оно как бы... Что... Очень долго разбираться. И всевозможность единения полтония. Конечно, с ними так тяжело работать, и что элементально, в первую очередь, просто потому что он дико токсичный. Как бы не сказано, те же даром, что он радиоактивный, но там радиоактивность... Главное, что дико токсичный. То есть скорее ты отравишься при попадании плутония на кожу, чем у тебя хоть какие-то радиоактивные движения произойдут. Ну, тем не менее, как бы... Людей дико токсичным... Тоже достаточно большая сейчас... Действие достаточно. Дальше так называемое... Что-то что? Дальше. Дальше. Все это? Важное. Оф. Система с тяжелым инфирмированием... Тоже наиболее. Они были открыты лет 20 назад, какого-то правила соединения, редкие изменения. Но интересное свойство заключается в том, что вы меряете характеристики этих систем, и они себя ведут, как будто бы у вас обычный электрон, только с эффективной массой, допустим, в тысячу раз больше, чем в зону. Ну, там порядка 10 третий процентов. Вот так вот не называются с тяжелым временами, да. Но где-то там вы должны были учить, рассказывать о всяком случае, что взаимодействие, они утяжеляют частицу, да, то есть вы можете... В чем нам говорит уравнение Дайсона, да, то есть взаимодействующая частица, вот в ней собственностью часть прилепили. То есть формально это приводит, если вы просто разложите там, скажем, по частоте, да, и по импульсу на уровне эфира, то вы увидите, что добавление до субстанктической части приводит к изменению массы. То есть добавление взаимодействия в систему, да, приводит к изменению какой-то частичной массы. То есть в системе уважны, принципиально уважны, да, взаимодействия. Могут, бывает так, да, на разных местах для проекта эфира могут быть разные массы. Ну, там разные зоны, они по-разному пересекают. Ну, грубо говоря, масса, это у вас, наша, связанная с этим, сквозь импульсом, да, то есть у вас там, да. Соответственно, у вас изменяется скорость на поверхности перелетя, да, и разные зоны, многие, грубо говоря, под разным углом могут пересекать уровень эфира, да. То есть чем позже, тем выше массы. Иначе вы просто говорите, что у вас там, в зависимости от интерпретирования. Не говорите, что у вас сколько. Почему у вас изменяется? Ну, просто за это действие. Ну, а пример-то простой, как бы, вы можете, как говорится, со своей массой, но продираться через кусты, вам будет тяжело двигаться, да. То есть там вы напрямую взаимодействуете, а на асфальтовой дорожке вы представляете из себя тяжелую квазочистику, которая тоже не сам. Да, значит, ну, давайте рассмотрим какие-то нам больше. То есть, вот, то есть, реальный сериал сериал сериал-сиалинговый, да. Фактический пример, да. А здесь я как-то там. Ну, сериал сериал-сиалинговый сериал. Давайте продолжим. Значит, вот этот же класс сериал-сиалинговых систем, в руках, в разной их области, можно истинно, вот это оксиды переходят в металл. Здесь, по словам оксиды, понимаются как моноксиды, так и оксиды, содержащие два элемента, называются тернатные и более высокие оксиды. Могут быть очень-очень-очень сложные. Ну, главное, что они содержат кислород, да. Ну, самые там характерные, вот, примеры, отсюда, да, синий сериал-сиалинговых металлов, это, скажем, ну вот никелёк. Давным-давно и отличается. Ему давно известен, там, с 50-х годов. Ну, и это, конечно, ВТСП. Темпертурные сверхпроводники на основе металла. Да, на основе металла. Так, оксиды меди сложные. Помогут очень сложные. Могут содержать, там, элементарная ячейка может содержать до 20-30 атомов. То есть они сейчас варят такие слоевные, слоистые системы. Ну, самая высшая температура сейчас, в ТСП виде, на, там, что-то, 40, что ли, градусов келью. Да, но, тем не менее, эти высшористые на основе медиа, они используются уже сейчас. Не знаю, говорил вам или нет. Есть, там, магнитные всякие подшипники, двигатели малой мощности, большой мощности малого объёма. Кабели сверхпроводящие, которые проводят большую мощность, там, приносительно малых, как бы, например. Есть ещё интересный пример. Это фильтры частотной высотовой связи на ГУМО. То есть выяснилось, что, вот, любая ГУМО, такая сверхпроводящая система, она имеет очень хорошие фильтрующие характеристики. Полоса пропускания, частотная, она имеет очень хороший край, там, и размазанная, да. Фильтры что значит? Что вас здесь пропускают, а потом тут часто вырезают, да. Идеальный фильтры – это, когда у вас, там, тот кусок, который надо вырезать, да. То есть нет этих часов, и, наоборот, только они есть. Ну, и вопрос всегда в технологическом, как бы, в плане, вот этот микрорадийц, да. Насколько он чётко отрезает. Ну, то есть то, что это ты приборей. Ну, он, там, там, очень хорошо для этого подходит. Ужив поступал, интересно рассказывает. Ну, там, попрашивали, ну, как, вроде, там, практически-то так, ненормально. Такая коробочка, говорит. Ставится, там, ну, вот, интерна – это мышка, да. То есть дальше у вас вопрос, вам надо выделить, как бы, вашу частоту, да. То есть там немножко это всё сформировалось, да. Ну, и попадаете в этот интервал частоты, потом обратно сдвигаете, как бы. Но главное, что вам надо выфильтровать вашу частоту и вернуться, так сказать, обратно и усилить. Он говорит, что сейчас, допустим, вышка. Рядом ставится эта коробочка, там, как говорят, втыкается в розетку. И вот прошу, как там же надо жидкие зубы заливать, там. Что-то денег надо сейчас садить. Он говорит, срок службы, не открывая, одна запретка. Вот, я нас залил, розетку воткнул. Поехали. То есть там есть система, которая сама занимается, это всё. Возвращает, возвращает. Ну, в общем, какие-то фактические применения. Потом, значит, ну, сюда, наверное, можно отписать постоянные магниты, да. Постоянные магниты. Это, правда, редкоземельная система. Ну, сила там вот такая у этих магнитов, что его и руками. Там два таких магнитика, можно руками и не разнять. Часы останавливаются, занозы, зато хорошо вынимать металлические. Ну, там проблема в том, что они, как правило, основаны на резких землях. Резкие земли дорогие лучше. Сейчас идет борьба за создание постоянных магнитов на основе жилетов. Но там другая проблема. У них-то маленькая. Кто-то пьюит. То есть, она порядка комнаты, чуть выше комнаты. То есть, значит, высотки. Ну, сейчас вот где-то 40 дошли. Ну, у них такая, как у них, конечно, плотность. Как у нас там в Самарии. В Самарии Гобель-5. В Самарии Гобель-5 самая сильная. Значит, 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 усилия переходных металлов, ну и сами переходные металлы, они используются как катализатор, да? В различных реакциях. Ну, вот типичный пример селитурированного металла. У них селитурированная система, которая используется как катализатор. Порота платинового катализатора сейчас в автомобиле. Значит, задача катализатора до окисления от СО до СО-2. То есть, присутствие платин – это реакция, где-то надо залечь атомных платинов. Ну, там интересно. Там такая система церролиты. Там используется, так называемая, они создают некую пространственную клетку. В этой клетке внутри один атом. Их очень много. Говоря о плотности вот этого катализатора, вы видели в машине, там такая коробочка. То есть, там плотность атомов. Ватина такая, что если коридор забить ватой, под, 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 под. Например, вот так. Ну, то есть там дико совершенно. Ватина, да. Здесь система очень. Классический пример мотоспорт-дилектрик, манадик 2О3. Тоже есть такая система. Называем на блоку. Там совершенно не чудовищные какие-то числа. Это манадики сторон, фосфор, фосфор. То есть там огромные числа. Элементарная ячейка 120 атомов, мы как это считаем. Ну, это тоже катализатор. И реально-то заинтересовались этими системами пост-токов, которые уже недавно используют в промышленности. Потом, ну, да, кому-то вообще считаем. То есть первое-то нашли, что они работают, а потом стали думать, почему. Ну, вот. Значит, есть так называемые гигантские магнитно-резистивные эффекты. Есть колоссальные магнитно-сопротивления, есть гигантские магнитно-сопротивления. В принципе, разные эффекты. Ну, вот гигантские магнитно-сопротивления – это, значит, слои феррун-хром, ну, так, условно, да, слои феррун-хром, и это жёсткие диски, да. И там борьба идёт за что? За уменьшением, как бы, кластера, который является носителем одного бита. Бит здесь понимается как спин. Да, то есть вы перемагничиваете, у вас там, грубо говоря, проволочка, которую можно рассматривать как катушку, да, подаёте на неё напряжение, и он у вас либо вниз, либо вверх. А есть головка, которая читает, как бы, да, то есть он проходит, ну, либо она там притягивается, либо отталкивается, соответственно. В зависимости от того, как у вас спинного плотности. Ну, там борьба идёт за долгонечность и за уменьшение. Ну, то есть раньше было, там, 10 мегабайт, я помню, жёсткий диск 10 мегабайт, в 99-м году казался просто вообще, короче, в сравнении с дискетом, это просто, да, и человек, и тогда ещё другая чушь. Что же делать-то с 10 мегабайтами, как бы, это ещё надо, да. А, сейчас вот коробажные диски, собственно, они вызывают те же самые вопросы, что с ними делать. Вот. Посмотрим. Да, он такой байдин, только, мы идём только в промышленном масштабе. Да. Ну, в общем, давайте мы сегодня закончим наше произведение. Вот, так сказать, вам мир таких символизированных систем в каком-то виде. по объёму, да, всех-всех возможных продуктов, вы представьте, то есть, как правило, это соединение T и F элементов, соединение, даже если перебрать все возможные оксиды, скажем, 3D металла, да, и там, соединение, включающие 3D металл, это уже будет совершенно чудовищный класс систем, да, сотни тысячи систем. А если ещё подключить, как бы, все редкие земли, ну, понятно, что это, в общем, достаточно обширная отрасль исследований фундаментальных, не в том смысле, что мы поймём, как там устроены электроны или как устроены приборы, там, или что там, а в том смысле, что мы поймём, как проявляют себя как устроены эти цифровиционные эффекты. Вот, то есть, такая отрасль фундаментального знания. В следующий раз начнём с вами Солнце Клина. Вот, а потом, значит, у нас, получается, у вас, когда Селестер это Фунт.